Как правильно варить бурый рис? Делюсь своим рецептом рассыпчатого бурого риса. Всем привет! С вами Регина Кутимская. Сегодня я покажу, как сварить бурый рис, чтобы он получился зернышко к зернышку. Рассыпчатый, ароматный и максимально полезный. Это проверенный и очень простой способ приготовления бурого риса в кастрюле. Друзья, поддержите видео, поставьте лайк и переходим к рецепту. Для приготовления бурого риса нам понадобятся следующие ингредиенты. 200 грамм бурого риса, 425 миллилитров питьевой воды, 1 чайная ложка соли. Первый секрет рассыпчатого бурого риса. Воды для рецепта берем не просто в 2 раза больше, а добавляем еще восьмую часть от веса риса. Как в нашем случае, на 200 грамм берем 425 миллилитров воды. Это важно. Возьмете чуть меньше – рис не доварится, а чуть больше – скомкуется в неприятную кашеобразную консистенцию. Вначале промываем рис. Достаточно пару раз. Крахмал все равно особо не выйдет, ведь бурый рис в оболочке, а крахмал сосредоточен в самом зернышке, под шелухой. Второй секрет. Для варки выбираем кастрюлю или сотейник обязательно с толстым дном. Иначе все прилипнет и, скорее всего, подгорит. Перекладываем рис в сотейник. Заливаем нашей питьевой водой. Включаем сильный огонь. Ставим на него сотейник. Как только вода закипит, добавляем соль и снижаем огонь до минимального. Накрываем крышкой так, чтобы чуть-чуть лишний пар выходил. Если есть отверстие в крышке, то можно закрыть полностью. Варим 25 минут. Если вы взяли гораздо больший объем риса, например, 700-800 грамм, то время варки будет чуть дольше – 30-35 минут. Третий секрет рассыпчатого бурого риса – оставляем его в покое во время варки. Не открываем, не мешаем, абсолютно ничего не делаем. И спустя 25 минут выключаем огонь. Накрываем плотно крышкой. Оставляем так минимум на 10 минут. Теперь можно открывать сотейник. И сразу мы видим отдельные рисинки. Перемешиваем. Прекрасный аромат! Бурый рис получился очень рассыпчатым. Зернышко к зернышку. Для интереса покажу вам, какая каша получается, если добавить 450 мл воды на 200 грамм риса. Казалось бы, чуточку больше воды, а уже такая однородная масса. Я эту консистенцию очень не люблю, выглядит неаппетитно. Поэтому всегда готовлю бурый рис по указанному выше рецепту. Пользуйтесь на здоровье! Бурый рис гораздо полезнее обычного белого, ведь в его оболочке сосредоточено множество питательных веществ, витаминов и микроэлементов. Кроме того, бурый рис немного сохраняет липкость. То есть, зернышки липнут друг к другу. Поэтому его можно по-разному формовать для интересной и оригинальной подачи. Гарнир из бурого риса не только полезен, но и универсален. Его можно комбинировать с другими блюдами – свежими салатами, овощными рагу, домашними заготовками. Всё, что вы любите! Друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Если вам понравилось видео, рекомендую сейчас посмотреть, как правильно варить белый круглый рис, чтобы он тоже получался максимально рассыпчатым и вкусным. Рецепт в описании и в подсказках. Многие наши зрители уже его приготовили и поделились своими отзывами и благодарностью в комментариях. До встречи и доброго вам здравия!